Шалом дорогие друзья, мы приветствуем вас из Eretz Israel, студия Oasis Media, мессианская община, центр, возвращенная на Сион. На иврите нас называют Шавей Цион, Шавей от слова Шавну, вернуться, а Сион, понятно, это Сион. Мы хотим все вместе, я сейчас представляю всю нашу команду, пожелать вам благословенного года, благословений от Небесного Отца в вашей жизни, в ваших семьях, здоровья вам, крепости, успехов во всем. И пусть Небесный Отец направляет ваши пути в правильном русле. Сегодня я хочу поговорить немного о Йом-Кипуре, но прежде чем подойти к Йом-Кипуру, про которого вы и так знаете очень много, и я, наверное, сегодня буду говорить только об одном из аспектов обращения Хазараба Чува, или как молиться, чего Господь говорит нам по поводу молитвы именно в эти дни, Йом-Кипуровские дни, о чем мы должны настроить свой внутренний компас. Перед этим я хочу немножко прочитать из Священных Писаний. Я начну с Рава Шауля, апостол Павел, послание Галатам, 5, с 19 по 24 стих. Я буду быстро пробегать эти стихи, потому что вы и так знаете, что там написано. Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Притворяю вас, как и прежде притворял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Поправлю. На таковых нет проклятий закона. То есть такие не предполагают проклятия закона, потому что послушаются Божьему Духу. И я внесу маленький комментарий в то, что я прочитал. Дела плоти известны, суть, они, прелюбодеяние, блуд, нечистота. Понятно, что воплоти человек совершает все эти грехи, но это не значит, что вот прямо вот эта вот плоть, она вот начинает делать все это зло. Я бы сказал, что пользуясь современным языком, наверное, правильнее сказать, что мы движим и нашим злым началом, которое несбалансировано после греха Адама, которое тянет нас к греху, как апостол Павел заключил в послании к римлянам, где он сказал, что законы греха в нас тянут нас вниз. То есть это не совсем это плоть, это вот то внутреннее, что мы должны контролировать, располагает нас к греху. И в то же самое время, вот там, где написано «плоть же Духа», это то, к чему нас Господь, действуя на наш Дух, через свой Дух располагает, чтобы делать добро. То есть дела плоти, это то, к чему нас подвигает то злое начало в нас, а дела Духа, это то, что Святой Дух, Господь Сам, влияя на нас, влияет, чтобы мы жили правильно, поступая правильно. Так вот, вот это вот «жить правильно», «жить по Духу Божьему», «иметь плоды Духа Святого», я бы разделил на две части. Часть «шмимит» небесная и часть «арцит» земная. Две вещи соединены вместе, и все это говорит о нашем хождении с Богом, послушании перед Ним. Но одна – это то, что нечто с небес Господь дает нам, а второе – то, что мы, как люди, живущие на земле, услышав Его, можем сделать что-то на земле, стараясь, прилагаясь. Здесь уже очень многое зависит от нас. Я хочу про эти две вещи, две части нашей правильной духовной жизни поговорить. Одну часть назовем «небесная», а другое «земное». Одно – небесное. Что такое небесная духовность? Что это такое? Это наша вера в Творца. Вера в Бога Израилева, имя которому Бога Врама, Ицхака и Якова. Это что-то, что Он дает нам, это на нас сходит с небес, это то, что мы можем принять или можем не принять, это ничего не изменит в мире, потому что Бог как есть, так и будет, и Его Царство как есть, так и будет, и было, и оно всегда есть. И почему это важно для нас, чтобы нам хорошо было, мы принимаем для себя. Еще что мы принимаем для себя, как нечто с небес, небесная часть нашей правильной духовной жизни, это вера в три составляющих. В Тору, которая названа путями Господними, стилем жизни. Это Машиах, разумеется, Ешуа о Машиах, которого Господь предложил каждому верующему, и место святое, где мы можем поклоняться Богу. В былые времена это было Скиния собрание в пустыне, потом это был храм, храм Соломона или второй храм. Сейчас храма нету. Но в Ешуа о Машиахе, прошу прощения, в Ешуа о Машиахе каждый из нас стал мини-храмом, или каждый из нас назван по Писанию живым камнем какого-то небесного, божественного храма. Итак, небесная составляющая нашей духовной жизни, вера в одного Бога, монотеистическая вера, в Бога, который есть Шма Исраэля, Дунай Лугейна, Дунай Ихад, тот, который над всем Богом Рама, Ицхака и Якова, вера в путь, который Бог предлагает нам, то есть Тора, Машиах и храм, или тот небесный Скиния, который мы сейчас принадлежим, про другое мы что-то не знаем. Есть еще третье, это вера в воскресение из мертвых. Это не то, что на это мы можем повлиять, это нам все дадено. И Писания постоянно говорят нам, воскресение, воскресение, воскресение из мертвых. Новый Завет на эту тему говорит, если мы веруем в Ешуа, только в этой жизни, без того, чтобы знать, что вера наша простирается на потом, когда произойдет тотальное воскресение, то без этого мы бедные люди. Во многих еврейских источниках говорится про воскресение из мертвых, как обязательная часть нашего веры. И это вот вещи, которые должны составлять часть нашего духовного жития, и мы на них повлиять не можем, но мы можем их просто с благодарностью от Господа принять. В Писании нам показывают еще целый ряд духовных, таких вот небесных вещей. Я про них не буду говорить сейчас, но вот в основном скажу, что вот эти три определяют наше небесное, небесную часть той духовной жизни, которую мы как люди веры должны жить. Повторюсь, верить в Бога Творца, Бога Аврама Цхака Якова, верить в путь, который этот Бог предложил каждому, кто хочет и любит его. То бишь, путь Торы, заповеди. Кто любит меня, тот слово мое соблюдет. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Кто любит меня и соблюдет мое слово, к тому приду я и отец мой. Ешел говорит такие слова. И обитель в нем сотворим. Вера в Машеха, потому что Тора однозначно, говорит в книге Второзакония, будет вождь, подобный тебе. Кто и в него не уверует, та душа истребится из народа Израиля. То есть это критично, это просто необходимо веровать в посланного Богом Сына, Творца, имя которого Ишуа, Машех, Ишуа из Назарета. И понимать, что мы, сегодня мы, раньше это был храм Соломона или второй храм, там где поклонялись место, которое избрал Господь. Но и сегодня в нас он обитает. Писание говорит, что каждый из нас становится храмом. Третья составляющая вера в воскресение из мертвых. Вера в то, что в один день совершится все то, о чем Небесный Отец через пророков сказал нам. Когда произойдет восстановление сего Деяния 3.21, когда Бог восстановит все, когда придет Машех, естественно, во второй раз, когда все вдруг преобразуется. Я вот сейчас вам коротко как бы рассказываю составляющую нашей духовной жизни, назвал ее Небесной. Потому что она с Небес сходит и от нас много чего не зависит. Но в этой духовной жизни есть и другая часть, земная. Земная, сейчас я ее назову, поясню, почему я разделил. В жизни духовной есть много составляющих на самом деле, подобно как в жизни семейной. В семейной жизни не только есть производство детей, заработок и домашний уют, и поехать вместе в отпуск. Там есть еще очень много составляющих, от качества которых зависит наша жизнь. И я вот поэтому подобным образом пытаюсь говорить про нашу духовную жизнь. Передем кипуром, особенно мне показалась важна эта тема. Итак, земная часть нашей духовной жизни. Первое. Возможность Лахзор-Бачува, покаяться. Это по еврейским понятиям способность, как некая концепция была сотворена Творцом еще до сотворения мира. И она присутствует, эта способность покаяться, вернуться к ответу. Она присутствует в среде. И она очень здорово работает с одной из наших составляющих, которая называется внутри нас совесть. Совесть-то подобно барометру, который показывает влажность, состояние погоды. Совесть показывает, где мы находимся. А вот если наша совесть начинала сигнализировать и включилась вот эта способность попросить прощения, покаяться, то мы благословенные люди, потому что без этого настоящего исправления просто не может быть. Но Бог невероятно хочет, чтобы мы могли перебарывать наш стыд, нашу гордость, нашу гордынищу, которая всегда нам мешает попросить прощения. И просить прощения, когда наш барометр, совесть показывает, да, это нужно сделать. У кого просить прощения? Просить прощения прежде всего у Творца, против заповедей, которого мы частиком грешим, приступая их. У своей жены или у мужа, у детей, у родителей, у ближних, у дальних, вокруг нас масса людей. И, к сожалению, когда мы ходим, мы иногда наступаем, в кавычках говорю, на их ноги. И если наш барометр говорит нам, попросите прощения, выровняйте себя, выровняйте себя. Это очень здорово. Писание говорит, что на небесах огромная радость, когда грешник кается. То есть, как будто там такое веселье, когда какой-то падший человек вообще, который был далеко, покаялся намного больше, чем когда там пару сотен праведников просто веселятся перед Господом. Почему вот такой пример приводит Писание? Потому что, когда падший грешник делает шаг к Господу назад, он преодолевает настолько невероятное сопротивление, что небеса говорят, «Вау, вот здесь включены силы, которые потрясают даже нас, и мы рады, что человек уходит от зла, избирает Бога». Поэтому мы, каждый из нас, частяком грешим. Важно каяться, важно просить у Бога прощения, тем более, что прощение от Него нам гарантировано, если мы приходим к Нему через жертву. Когда человек приходит к Богу без жертвы, без жертвы умилостивления, вопрос «простит, не простит, простит, не простит». В нашем случае совершилось нечто невероятно благословенное, окончательное, что наша жертва уже принята. Хотим мы этого или не хотим? Только единственная вещь, которую нам нужно соблюсти в взаимоотношении с этой жертвой и вообще всем процессом покаяния, это, чтобы не грешить произвольно. В послании к евреям написано, что произвольно грешащие теряют покрытие жертвы, даже жертвы Ишуа Машеха. Так написано, по крайней мере, и мы это так понимаем. Итак, земная часть нашего хождения заключается, первая способность покаяться, лохзор бачува, вернуться к Господу, вернуться к ответу, чтобы быть с Ним и открываться перед Ним, чтобы Он исправлял в нас все то, что должно в нас быть исправлено. Вторая вещь земной жизни от нашей духовности, это составляет исполнение Божьих заповедей, дел справедливости, дел милосердия. Про заповеди мы очень часто говорим, это написано, так сделай, так сделай, так сделай. Писание не зря говорит нам, так сделай, так сделай, так сделай. Во-первых, чтобы мы не забыли. Во-вторых, чтобы у нас были более-менее четкие границы. И когда Писание говорит, почитай отца и мать своих, это говорит о том, чтобы мы их почитали. И когда Ишуа там в одном из мест Евангелия комментирует, когда мы говорим, вот Карбан, то, что я дал в храм, я уже могу не давать родителям, говорит, это неправильно, это плохо. Он как бы возвращает нас к тому, что нам нужно совершать то, что Тура от нас просит. Уважать, почитать, заботиться, где мы должны заботиться. Это не значит быть просто ничем, растворяясь в воле своих родителей, совершенно нет. Каждый из нас вырастает, сам становится родителем. Но своих родителей, тех, которые старше, престарелые, подумать об их нуждах и помочь, чем мы можем. Это заповеди. Но есть, кроме этого, еще заповеди милосердия, и сострадания, и справедливости. Это записано в Священных Писаниях тоже. Помните такое место? «О человек, чего требует от тебя Господь?» Веровать, жить рассудительно и поступать справедливо. Что такое справедливость? Очень простой пример. Три друга, один сделал что-то не так, а двое других ради дружбы прикрыли его опрометчивый поступок. Это не справедливость. Справедливость – это когда ты находишь силу. Это очень часто тяжело, все знают это. Я знаю это, потому что у меня есть друзья, и часто друзья, или я делаю что-то неправильно, они стыдятся мне сказать, или я стыжусь им сказать, как бы так сами поймут. Но если человеку не говоришь, он не справляется. Действовать справедливо – это когда мы можем указать на ошибку и сказать, друг, товарищ, брат, послушай, здесь нужно чуть-чуть поправить, и будет тебе хорошо, и другому наступи на свою гордость, не обижайся, давай двигаться дальше. И дела милосердия – это когда мы преодолеваем даже нашу рассудительность. Когда мы видим, вот есть проблема, есть нужда, и наша рука тянется в карман, и мы достаем оттуда и не сильно считаем, потому что мы хотим помочь, благословить. Это земная часть нашей духовной жизни, которую мы делаем, потому что Бог располагает нас, но здесь мы сами делаем, и здесь уже многое зависит от нас. Насколько глубоко я могу опустить руку в мой карман, насколько четко я могу направить моего друга в правильном направлении, насколько я могу исполнить заповедь. Это все зависит только от меня. Третья часть земной части духовной жизни, по крайней мере для нас, живущих в Израиле, для тех, кому открывается истина об Израиле, исполнять призвание Израиля. Что такое призвание Израиля? Мы об этом в Шавей Цион много учим, на наших сайтах есть полным-полно текстов, и я вижу, что Бог избрал Израиль, чтобы противостать Израилем, всем другим человеческим надстройкам, которые человечество сделало в бунте против Бога. То есть Израиль – это инструмент в руках Господа Бога, которым Бог исправляет мир. И из Израиля произошли и Тора, и пророки, и Машиах сам. Про это Новый Завет говорит очень четко. Помните? От них и Тора, и пророки, и Ишуа сам воплоти. И суть, что Тора, пророки и Машиах – это все вместе, все это связано с Израилем. Мы не можем разделять, вот только про Ишуа говорить. Потому что если мы говорим только про Ишуа вне его связи с Израилем и вне его связи с исправлением всего этого мира, то мы не договариваем значительную часть Писаний. Не 10%, не 30%, мы не договорим 95%, мы говорим только о 5%, которые касаются нашего личностного спасения, которое очень классное. И всем нам нужно спастись. Но Писания говорят о том, что Бог хочет спасти весь мир. А вот спасение всего мира без Израиля, Торы и Машиаха, как комплекта и нашего понимания этого, совершать призвание самоидентификации. Мы дети Авраама, мы не дети Ноя, мы не дети Зарвавеля, мы дети Авраама, которого Бог избрал, чтобы через его народ исправить мир. И мы стали его уделом. Это вот я рассказал вам про три составляющих небесных нашего духовного хождения и три составляющих земных нашего духовного хождения перед Богом. Хотя здесь можно детализировать и добавлять, и еще добавлять пункты. Каждый сможет это сделать сам, сам додумывая, размышляя, и все это будет правильно. Но сегодня моя цель, на самом деле, было поговорить только об одной из этих шести пунктиков, которые я сказал, о первом из земной части, из которой состоит наша вера, Хазараба Чува, или обращение к Богу, возвращение к Богу. Особенно я хочу поговорить об этом в свете приближающегося Йом-Кипура. И для того, чтобы поговорить об этом, и о том, о чем нам нужно молиться в эти дни, я хочу прочитать из Иоиля. Иоиль, 2 глава, 15-17 стих. Что интересно, и я советую вам, когда вы читаете Священное Писание, пророков особенно, то всегда обращайте, когда пророки манипулируют словами типа «Соберите священное собрание, вострубите трубою, назначьте пост». Всегда эти слова не сказаны пророками, просто вот с облака взятые слова, «Давайте попостимся, давайте потрубим в трубу, еще на гармошке сыграем вам, споем, станцуем». Совершенно нет. Пророки всегда используют вот эти вот высказывания, как муадим, памятные даты, которые Господь установил в Леви, 23 главе. Там про это все очень четко написано. И вот Иаиль конкретно говорит об осенних праздниках, и он призывает к следующему. Он говорит «15-тих. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Ну, как бы все понятно, про что здесь говорится. Это праздник труб, переходящий в Йом-Кипур, когда собирается торжественное собрание, когда священники начинают производить нечто перед Богом. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев». Это 16-й стих. «Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». И 17-й стих 2-й главы Иаиля говорит «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы, для чего будут говорить между народами, где их Бог». Вот эти стихи, а точнее 17-й, я хочу немножко разобрать. Как мы уже поняли, это все вот про эти дни, про емки Пур. О чем здесь говорится? «Пусть между притвором и жертвенником плачут священники». Кто это священники? Во времена Иаиля, когда Иаиль пророчествовал и обращался к священникам, то, безусловно, он говорил к сынам Левия, то есть колено левитов. Они были священниками в Израиле, но, если мы обращаемся к Торе и смотрим книгу Исход, 19 глава, 5-6 стих, там Господь, говоря ко всему народу Израиля, говорит следующие слова. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся моя земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Тут Бог говорит ко всему Израилю, говорит, «Вы все у меня будете священниками». Но на практике так не случилось. Мы знаем почему. Народ впал, выдало поклонство. Пока Моше поднялся на гору, чтобы 40 дней получать от Господа заповедь, тору, речения, народ стал поклоняться идолам, стал поклоняться этому золотому тельцу. И когда Моисей спускается, там начинается такое побоище, внутреннее левиты отстояли право народа или доказали народу, что мы должны поклоняться единому Богу, а не идолам. И левиты стали священниками. То есть, Бог пообещал, что все будут священниками, а только одно колено стало священством. Интересно, что когда приходит Иешуа, и он начинает делать то, что начинает делать, то конечным результатом, что всех уверовавших в Него в начале иудеев, безусловно, а потом и приклепившимся к Еленам, он делает священниками. То есть, Иешуа воплощает в полноте то обетование, то слово, которое Господь сказал всему народу Израилеву. То есть, он берет и исправляя, возвращая к призванию тех уверовавших в Него, если послушаете глаза Моего, то сделаю у вас народом священником. И что интересно, такая милость упала не только на головы евреев, но и на язычников, которые вообще были далеки от заветов, от обещаний, от обетов Господних. Но Ефесянам вторая глава говорит, уверовав в Иешуа, присоединились к обетованиям Израиля, частью обетования Израиля, что весь израильский народ станет священником перед Богом. Итак, когда мы читаем Иаиля, и читаем «Пусть плачут священники», то, разумеется, эти слова обращены ко всем тем, кто верует в Творца, кто верует в Тору и кто верует в Иешуа, а Машеха. Они священники по словам Иаиля и по интерпретации как из Торы, так и из Нового Завета. Но почитаем дальше. Здесь написано «Плачьте и говорите Господу, пощади народ Твой». Я вот хочу разделить вот это предложение на несколько пунктов. Первое. «Пощади народ Твой». «Рахэм, дай милости, не предай наследие Твоего на поругание». Это пункт номер два. И третье. «Чтобы не издевались над ним народы». Для чего между народами будут говорить «Где их Бог?» Это три. Вот эти три пункта, о чем нам нужно молиться в Йом-Кипур, я хочу сейчас чуть-чуть больше раскрыть, добавив, может быть, еще четвертый. Все эти пункты говорят о народе. Но очень важно понять, что каждый из нас нуждается в самоисправлении и, разумеется, прощены грехи нам ради имени Его. Но, как говорит апостол Павел, чтобы самому не остаться недостойными, мы, особенно в Йом-Кипур, должны приходить к Господу и говорить «Господи, поправляй меня больше, научи меня больше, соверши слихот в моей жизни, прощение». В еврейской традиции во Вседуре читается целый ряд слихот. «Сделал за то меня прости, и за то, и за то, и за то, и за то, и за то». Ты, когда читаешь их, иногда думаешь «О чем мне читать их?» «Я вроде этого всего и не делал». Много чего делал, кое-чего, может быть, не делал, но предполагал сделать. А Ишуа Хамашиах очень четко сказал «Кто думал совершить прелюбодеяние, но не совершил его физически, все равно совершил. Кто посмотрел с вожделением, все равно прелюбодействовал. Поэтому очень важно понять, что все мы нуждаемся, номер один, в том, чтобы исправлять самих себя. Но, как я уже говорил, это всего лишь 5% из 100 божественной воли, которая включает совершить нечто особенное. И вот эти три пункта, которые я сейчас хочу назвать, по-моему, отвечают определенным образом на этот вопрос. Итак, «Пощади народ!» «Пощади народ!» В послании к римлянам в 11 главе апостол Павел делает одно потрясающее заявление. Оно отличается от того, что он говорил в римлянам 9 главе. Вы, наверное, помните. В римлянам 9 главе сказано «Если Израиль будет даже как морской песок, только остаток спасется». И это привело очень многих теологов к убеждению, что только остаток Израиля спасется. Правильно. Но от чего спасется? В римлянам 9 главе, когда говорится про спасение, подразумевается не эсхатологическое вечное спасение, а избавление от какой-либо опасности. И мы знаем по истории Израиля, по древнейшей и по современной истории Израиля, из всех катаклизмов, к сожалению, громадному, но исполнилось это слово, спасался только остаток. Были изгнания из Испании, Португалии. Только часть людей выживала после Испании. Был этот невероятный, ужасный холокост, который мы не можем пояснить. Только маленький остаток физически спасся. Но в римлянах в 11 главе написано, «Ибо весь Израиль спасется». Потому что Бог говорит, и здесь на самом деле это не такое типа обещание, ну попробуем чего-нибудь сделать с вами. А это клятва. «Я посылаю вам Избавителя от Сиона». По сути, Господь говорит, «Я спасу Израиль через Ешуа, обещаю, клянусь вам это сделать, и сделаю это своими путями. Вы даже не поймете и не сможете объяснить мне никому эти пути. Я буду спасать Израиль, потому что» есть такое провозглашение. «Ибо весь Израиль спасется, от Сиона придет Избавитель и отвратит нечестие от сынов в Израиле». Поэтому вот слово «пощади народ» я бы истолковал, как мы должны молиться «Господи, да исполнится вот это сказанное в Римлянах 11 главе, ибо весь Израиль спасется». И мы должны взять это для себя как мантру молитвенную «Господи, спаси народ твой, ты обещал». Вы знаете, когда Израиль будет спасаться в массиве, это такое благословение высвободит на все остальные народы, что даже самые заклятые сегодня враги Израиля будут умолять, чтобы еще больше из евреев спаслось, потому что для них это будет громадным благословением, они это будут сами видеть. Но здесь мы должны понять «пощади народ твой» это эсхатологически, это для вечности, это то, что и так совершится, но мы хотим принять участие в Божьем труде, и поэтому должны говорить «пощади, пощади, пощади, пощади твой народ». Пункт номер один. Пункт номер два. Не предай на поругание. Врагам. Поругание врагам. Вы знаете, это, наверное, касается вот нашей этой жизни, и вокруг нас мы часто видим, как одни над другим ругаются. И у Израиля много ругальщиков. Вся организация объединенных наций ругает нас. Весь Запад и весь Восток ругают нас. Все, кто не имеет в своем сердце веру в Бога, Израиля, и даже некоторые, кто имеет эту веру, ругают нас. И часто это не просто слова. Есть такое выражение «ругайся сколько хочешь, главное, руки не протягивай». Многие пытаются протянуть руки. И поэтому, если мы смотрим сегодня на карту Израиля, то сверху у нас Хизбалла, чуть-чуть правее мы видим Эль-Кайда, сбоку это исламское новое государство, террористы, снизу Хамас, а слева весь либерализм с Европы и антисемитизм. И все они усиленно ругают нас. Вот одна из молитв, в которой мы должны сказать «Господи, запрети врагам ругать Твой народ». И мы знаем из Писания, что такие вещи бывали и случались. Вот приведу вам такое место из Паралепоменона 2 главы 20-29. «И был страх Божий на всех царствах земли, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля». Это должно быть частью нашей молитвы. Не предай на поругание, внушив врагам Израиля страх. Я призываю вас, друзья, молиться об этом. Третье. Чтобы не издевались другие народы над Израилем. Чтобы не говорили, где Бог их, и издевались. Это, наверное, опять касается этой жизни, но это не только жизнь, это что-то духовное. Я попробую пояснить эту мысль. Мы знаем, что, к сожалению, в некоторых классах одни дети издеваются над другими детьми. Может быть, у того другого ребенка какой-то дефект, может, плохо говорить, может, ну, всякие вещи бывают, не дай Бог, конечно, но все это бывает, и дети часто, если их не ограждают и не учат дома, что так нельзя поступать, начинаются издеваться над этим ребенком. Я знаю, в некоторых странах, если ребенок с дефектом, то его даже в школу не отпускают, пытаются дома учить, чтобы избавить от таких поруганий. Я благодарен Богу, в Израиле есть разные дети в классах, и тут в системе обучения поставлено так, чтобы уравнивать, чтобы люди привыкали, что мы живем посреди разных людей, и болезнь это не та штука, которую человек выбирает сам для себя, к сожалению. Если бы выбирал, другой вопрос, но он не выбирает. Вот здесь издеваются над тем, кто как ты или примерно как ты. И вот здесь единственный выход у Израиля не быть как остальные. А Писание говорит, я тебя избрал, Бог говорит Израилю, чтобы ты не был как другие народы, а Израиль всегда говорит, нет, я хочу быть как другие. Нет, 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 я хочу. И когда мы начинаем нет, нет, я хочу, то начинают издеваться, потому что имя Господне наречено над нашим народом, и все зло, весь этот Вавилон, который распространен в мире, начинает кусать Израиль как представителей Бога, а если они еще от этого Бога отступили, то вдвойне нажимать, потому что нету сильного отца, который бы заступился за своего сына. И именно вот здесь наша молитва должна быть Господи, дабы не издевались над нами другие народы, сделай наш народ ходящим путями Твоими, путями заповеди, путями Машеха, путями Нового Завета, путями Торы, путями пророков, чтобы мы отделились от других народов, чтобы мы вышли из числа тех, где один над другим могут глумиться и издеваться. И тогда воссияет над нами свет. Итак, три пункта. Молитва на Йом-Кипур. Четвертый тоже есть. Это о себе. Но я сказал, это всего лишь пять процентов из того массива, к которому Бог призвал нас. Но пощади народ Израиля, чтобы весь народ наследовал вот это слово из Писаний, которое говорит, весь мой народ праведный наследует землю. Второе, не предай на поругание, чтобы враги уже сегодня, уже сейчас трепетали при имени Израэль или народ Божий. И третье, чтобы народ Израиля сам осознал, что он должен выйти. Это не значит не делиться технологиями или не принимать технологии. Это не значит не делиться медицинскими изобретениями или принимать какие-то в нашу экономику какие-то заливы или приливы. Нет. Но знать, что мы принадлежим Богу и должны ходить в его заповедях и в его путях, как он и определил нас. Вот это вот есть Хазараб и Чува, когда мы не только за себя просим, но и за весь народ в соответствии с тем, что пророк Иаиль говорит нам. Это тот маленький урок предъемки Пуровский, который я хотел разделить с вами. Я надеюсь, его успеют обработать и выставить до Йом-Кипура. Я надеюсь, что вы посмотрите и каким-то образом услышите. И я не имею сейчас в своих руках, но мы уже рекламировали молитвенник, который мы отпечатали в нашей общине. А вот мне его дают. Покажу его. Мессианский сокращенный сборник чтений священных писаний и молитв на праздники Йом-Кипур. Йом-Кипур, когда вечером, утром, в обед, на Нейлу, на заключительную часть. Здесь есть тексты, которые просто пропечатаны. И если ты до конца не знаешь, как это делать и не хочешь быть в огромной традиции, не все это могут, то вот вы можете через такой вот молитвенник совершать молитвы. Будьте с нами, пусть Бог благословит вас. Шалом вам из Оазис студии. Субтитры создавал DimaTorzok